Тем вечером я отправилась вынести мусор, как делаю это всегда. На улице уже стемнело и кругом никого. Неожиданно мне показалось, что поблизости кто-то мяукнул. Я включила фонарик на телефоне и обошла мусорные контейнеры несколько раз, но никого не нашла. Решила, что это мистика. Я не люблю заглядывать в мусорки, но после того, как услышала еще одно мяу, то поняла, что оно доносится прямо из бака. Я посветила внутрь контейнера и увидела необыкновенно красивую кошечку, смотрящую на меня. У малышки была длиннющая шерсть, поэтому она напоминала пушистое облачко. «И почему мы сидим в таком ужасном месте?» – спросила я у незнакомки. Кошечка посмотрела на меня своими красивыми большими глазами, громко замурчала и стала мять тряпочку, на которой сидела в контейнере. Сама она туда залезла или кто-то ее туда бросил, неизвестно. Ясно только то, что ее кто-то выбросил здесь словно ненужную вещь. Когда я принесла ее домой, то при свете обалдела от того, что увидела. Шерсть явно породистой кошки была вся спутана. Колтуны буквально отваливались и оставляли голую кожу. Я с таким столкнулась впервые за всю мою практику. Кошечка выглядела как один большой колтун. И все мои попытки хоть как-то привести ее в нормальный вид закончились неудачей. Однако Марте нужно отдать должное, она совсем не сопротивлялась, а наоборот словно пыталась помочь и все время мурчала. Марта оказалась уникальной кошечкой. Кроме своего дружелюбия и большого количества колтунов, киса поразила нас своим крошечным размером. Было ясно, что она взрослая, но обычно котята в полгода более крупные, чем она. Также нас удивили ее малюсенькие ушки, плоская мордочка и необычайно большие глаза. Она нам напомнила помесь перса и британки. На следующий день мы отвезли неженку Марту к парикмахеру. Когда та увидела прическу своей клиентки, то не могла поверить в то, что видела. Она повидала на своей работе много чего, но такое впервые, ведь нужно было постараться, чтобы довести кошку до такого состояния. После стрижки киса стала похожа на динозаврика, поскольку удалось только оставить хохолок на спинке, шерсть на хвосте и голове. Даже во время стрижки кошечка не переставала мурчать, чем умиляла всех. Однако на этом сюрпризы не закончились. Наше внимание привлек круглый живот Марты, который стало видно после стрижки. Мы отправились на Узы и увидели трех котят. Кошечка уже находилась на последнем сроке и должна была вскоре родить. Стерилизовать на таком сроке нельзя, поскольку это очень опасно для жизни. Потому мы купили для Марты одежду и отвезли ее в гостиницу для животных, где через три дня она окатилась. Взгляните на эту прелесть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...